Я, честно говоря, опять не понимаю наличия какого количества футбола. То есть на этот полупрецеп все равно больше 1-20 чек не рвью. Видимо тут в зависимости от разрисовок можно поставить либо на эти крайние, либо на эти крайние. Потому что другого я... У нас была такая модификация с выдвижным хвостом. Помнишь? И тогда влазило два коктейнера. А здесь модификация без выдвижного хвоста, если в 1-20 чек. Ну и ты сказала, что он 18-тонный, тогда 18, да? Наверное, это он. А где посмотреть, уточнить? Удостовериться? Ты же говоришь, памяти нельзя верить своей. Не смели ли? Только мне подсказывали. Это три. А то вдруг я так примерно... Смотри-ка, как здесь. Уходи. Так, здесь, то есть, то есть, то есть. Смотрю. Смотрю. А ее не видно. Видно? ППК 18-ая. Это вот. Вот, этот, фонтанеровоз. С лебедкой что? Это не лебедка для поднятия и опускания запасного колеса. Так и залазите? Себинара пристал? Да это нормально что? Больно? Больно конечно. Ну в общем можно колесо поднимать этой. Укосенной. Укосенной, да? И какие-нибудь коробки или нельзя? Можно что угодно. А как зацепить туда? Крутишь, она же вот так влево-вправо крутится. Не, ну там есть какие-нибудь... Карабинчик. Карабинчик есть, да? Карабинчик. Обмотаешь себе сюда все. Сюда себе все. Погрузил и поехал. Почитаем и я пойду. Нет, давай спрыгнем. Нет, давай спрыгнем. Ты знаешь, у нас есть там еще вдали... Смотри, как замечание тебе хочу сделать. Помнишь, мы по траву ходили, где пол был не рифленый, как было скользко? Да. А вот смотри, мы сейчас идем. После дождя. После дождя, он ведь не скользкий, да? Все-таки рифленка-то работает. Что, будем спрыгивать? Нет, не будем. Что ты хотела? Я хотела сказать, что у нас чуть подальше вон там стоит тоже ППК, но он бушный, не наше производство, какой-то импортный. Пойдем сравним мы с этим. Ну пойдем. Уговорил. Мы вот этот, мы вот этот посмотрели. Уговорил. На, то есть тебе еще на голову прыгнет. Давай. Прыгни. Давайте, смотрите, Ольга сейчас опять куда-нибудь не туда прыгнет. Надо строгой, пожалуйста. Ты зад-то себе намочила. Да, дождик теплый. Да, дождик теплый. Ну все, придется сушить. Подвеска здесь балансированная. Двухосная, оси БПВ. Машины. Что там, континенталь стоит? Континенталь. Написано, да. Я, континенталь. Бескамер. Конечно. Бескамер. А вот на велосипедах бывают шины бескамерные? Ну на гоночных, наверное. На гоночных? Наверное. Не знаю. Я сейчас слышала, он кому-то рассказывал все места, где рыба водится. Где судак по два килограмма. Все это услышала. Записала. Лишнего. Пойду поеду. Лишнего. Ловлю. Лишнего. Что, не будет водиться? Ну, только приедут все, выловят все. Нельзя никогда. Вот я про этот хотела. Ага. Там кто-то из подписчиков просто, мы как-то с тобой снимаем, не помню уже какое видео. И кто-то из подписчиков видел его и попросил снять. Тут уже не видно ничего. Допустимая полная масса 36 тысяч кг. Это наш полупроцепт. Это наш? Это один из первых наших полупроцепт. Мне кажется, он не нашего производства. Нашего? Нашего. Наша вот хозяюшка. Ну, вот здесь как раз хвост выдвижной. Здесь два двадцатьчика будет. Да, если хвост выдвинуть, можно два двадцатифута. Но зато нет этого короба. Да, мысленно здесь вот придется. Вот второй контейнер ставить специальную проставку. Видишь? Контейнера будут стоять на разном уровне. То есть, вот здесь должны быть стоять проставки специально. на улице Кугуська. Вот. Потому что, видите, эти контейнеры работают на конкусте. А вот они, кстати, проставки. Причем, вон они здесь внутри. То есть, они вот так вот опрокидываются и ставятся. И, кстати, можно вот... Если, допустим, сорокафутеры мы привезем в контейнер, то надо будет везде, по всей длине их выставить. Таким образом. Ага. Тяжело. Ну, надо с помощью специнструмента. Там, скорее всего, защёлка внутри. И такой-то. И такой-то. Специнструмент. Можно залезть, наверное. Посмотри. Оси САВ. А мы сейчас ставим оси САВ? Воздух он, проставки, точнее, на заднюю часть ставится. А, не увязывая. В общем, мы разные ставим. Мы за свое время, как бы, деятельность... Только оси не ставили. Ну, переходы делали оси БПВ. Но сейчас продолжаем. То есть, в принципе, хорошее продолжаем. Ну, что БПВ и САВ, это на одном уровне? Ну, что БПВ и САВ, это на одном уровне? В принципе, да. Ну, и ещё момент надо отметить какой. У разных производителей линейка, значит, эмиклатурная по осям, достаточно большая. И даже у разных производителей есть в этой линейке та эмиклатура, которую он даёт заполненные скидки. Делает домик предпринимательное предложение. Чё ты? Она сползла? Немножко сплыла. Так что, вот, ну, считаем, что это очень важно. Ну, считается, как бы, я не знаю, у меня всё-таки, по-моему, БПВ на первом месте. Как я могу ошибаться по объёмам, наверное, продаж. Ну, как раз по полку, по-моему, нет. На втором месте САВ. А на третьем? Я не помню. А какие вообще бывают? Кроме САВ, БПВ. Как вы говорили, что... Урал Спецтранс ещё есть оси. Урал Спецтранс ещё есть оси, да? Да. Ну, ты же их знаешь правильно. Вон они, кстати, нет? Аня. Ну, в общем, как вот этот, по грузоподъёмности. Вот тот был ППК18, а этот... уже три оси. То есть их смысла нет, сравнивать. В этом грузоподвижность получается 28 по-моему, 28-33, допустимая полная масса, здесь написано 36 тонн, там он весит, наверное, тонн 6-7, может быть, 8, вот и считай, что у нас продаёт 28-29,3. Ну, в общем, это наш, мы его не продаём, он у нас ввозит наши контейнеры, да, у нас есть же контейнеры. Это один из первых наших прицепов, которые мы один в один рисовали у буржуевых. Вот, думаю, почему я и думаю, что он иностранного-то производства, он уже один в один, как у буржуевых. Да, он стал прототипом для, ну, много решений взято отсюда. Ага. То есть, вертикальная полка, где-то, виски, то есть, это усиливает проступку. С переходом на вертикальный полк уже после опор. То есть, мы это тоже, когда учитывали, смотрели. А в том, в ППК-18? А там, по-моему, нет такой необходимости. У него всего 18 тонн. Это у нас с полуприцепа больше грузоподъемности. Это все считается на компьютере. Во-первых, идет расчет прочноспланий на компьютере. Это первое. Второе, идет уже опыт эксплуатации. То есть модель рассчитывается, изготавливается, опускается. Малыми партиями дается в эксплуатацию опытом. Потом идет отслеживание этих полуприцепов. Идет сбор материалов по поломкам, по слабым местам. Делается работа над ошибками. Соответствующие узлы усиливаются. И уже потом выпускается, например, в серийной уже становится модель. Обычно это через год, через два. И она уже запускается в производстве без каких-либо доработок. Но хотя в процессе жизнедеятельности все равно уже, когда 3-4-5 лет пройдет, то какие-то нюансы все равно. Правила тоже бывают в Лаве. Ты что так пятишься? Тебя снимают. Ты на меня смотришь. У нас вместе с ним. Тут солнышко. Ты мне что, про пиво хотел рассказать? Про пиво? Может, махнем я что-то пьешь? Ты что, пиво пьешь? Нет. Я не пью. А куда можешь пить? Ну все, тогда определитесь. Что там у вас? Завод такой явился? Нет еще. Нет? Нет. Все, пока ставить некуда. У нас стройка идет где-то такими быстрыми темпами. Хотелось. Поэтому хотели мы переехать. Завод будет оба, назовем лабораторию. Да, лабораторию. Хотели мы в этом году переехать. В зиму. Ну не знаю, получится ли. Что-то у нас как-то не получается. Давай тогда пару немдотов и разойдешь. По-хорошему. По-хорошему. Давай про видеоролик сначала скажем, кому интересно. Вакуумка мы снимали с датчиком наполнения. Вакуумка с датчиком наполнения муральских пчел, да? Да. Там записали. А это разъянекдот? Вот анекдот Антон Фомин написал. Слышь, Серега, довези меня до работы. У тебя же есть своя машина. Есть она, есть. А права отобрали. За что? Проехал 10 сплошных линий. Проехал, проехал. А, откуда 10 сплошных линий? Проехал поперед пешеходно-вторых. 10 сплошных линий. А что, нельзя ездить поперед пешеходно? Не знаю. Я тоже не знаю. Наверное, нельзя. Так. По фирме Omnicon, которая установлена система освеживания нефтопранспорта, а также ленкостей на нефтебазах, просто стержень и уровень топлива тарируются, что делает эти установки на любой авто, в том числе и на легковое. Гражданин СССР пишет. На авто есть две системы установки. Первая, вот он, разъясняет. Моментальная отслежка через GPS, симка сотового оператора. Два. И вторая система, это по приезду на базу снимается блок электронный, подсоединяется к компьютеру, и все данные по топливу и нахождению авто видятся на схемах и картах. Второй вариант более дешевый, так как система выдает... и показания аккумулятора, и зарядка его, и обороты двигателей, и скосные параметры, авто все названо, было испытано собственноручно. По топливу есть возможность слива. Если кто-то хочет заморочиться, мелкими дозами, по 2-3 литра, и то при больших пробегах, и то не факт, может скрыться. А так система хороша, при заправке топлива сразу видим недолив топлива, но обязательно нужно глушить авто из-за погрешности. Эту систему можно считать и диагностической, и охранной. Можно на компьютере отследить нахождение авто, и моментальное нахождение, и направление движения. Но в таком варианте присутствует ежемешечная обонплата, но она не столь большая. А вот сама установка с оборудовым, да, Ралли? Да, и они вот длились друг с другом, они... Дискуссии, да, то есть, кому интересно, по амникону, Леша Павлов, там и прочее. Про гайку вот здесь, Леша Павлов не выдержит, но написал про хитрую гайку. Леша Павлов, ну что ты тут помни? Ну, в общем, это долгое... Без артиклей наш народ никак, да? Знаешь, это, сдаётся спецшколу разведовательную какую-то английскую дизайн. И там... А, тропила-то? Да. Где артикль ставят? Артикль куда ставят? В общем, они тут обсуждают, обсуждают. А что ты тут всё почиркала? Интересно, почитайте. Ну, ты же сказал только анекдоты, поэтому я всё почиркала, анекдоты выделила. Вот СССР гражданин написал анекдоты. В камере спрашивают у новенького, за что он попал туда, опять ты скажешь, плохой анекдот, злой, да? Заказание первой медицинской помощи. У тёщи из носа кровь пошла, ей перешгут на лыжи. Могут? На шею. Решила остановить кровь. Руслан, если у вас пчёны большие, то какие у вас медведи по лесам шастают? Да, есть у нас медведи, наверное. Только глубоко, далеко в лесу нам не будет бояться. Ольгу, пойдём. Станислав Гургасов написал, что покраска, помнишь, мы с тобой спрашивали покраска в кабину? Он сказал, что это покраска на пожарных мазах в Белоруссии. АСУС кнопочка, это РБ. То есть КАМАЗ пойдёт в Белоруссию, будет пожарным мазом? Наверное. Шильдик поменяют, и будет мазом. Вот и получается, что да. Жёлтый маячок на крыше, значит, не просто вода. Жёлтая вода. Ну и там с тобой. Колян Юрьевич делится бедой назревшей для всех. Это вам ещё повезло, что горючее по 40 рублей. У нас в Белорусском крае по 50. У нас уже по 42. Да? Ну вот. Ну и всё, какого цвета кабина, можно узнать при помощи отвертки. Плоская, очень. И всё, подписывайтесь на канал Урал Спецтранс. Подписывайтесь на канал Номас. Всем хорошего настроения. У нас жара, мне кажется, 35 точно есть. Помните, если вы хотите купить полуприцеп, ну, не важно, любую прицепную технику, но не хотите платить полную стоимость доставки тягачом, то всегда можно договориться. Есть возможность немножко подождать, и мы по путным транспортом доставим вам эту машину. Ещё напоминаю, что мы усилием более заряжаем ваш автотранспорт, чтобы он не ломался. Так что давайте. Комментарии подтверждают, что... Перед камерой свой автотранспорт. Комментарии подтверждают, что это работает. Ставьте машины, велосипеды. Для самокарта очень подходит. Ставьте лайк, палец вверх. Всем пока.